Это когда вы рассказываете историю в прошлом. Вы рассказываете, 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 потом бац, и одно действие делаете в настоящем. И потом все опять в прошлом. Зачем? Это такой стилистический прием привлечь внимание. Например, свадьба, венчание. Гости собрались, встали со своих скамеек, священник вышел, раскрыл свою книгу, жених встал у алтаря, дрожа от нетерпения, от волнения, подъехала карета, машина с невестой, отец повел невесту по проходу, и тут невеста наступает на свою юбку, юбка рвется, она падает. Что было это в настоящем? Это было неожиданное действие. Или тут невеста запинается и падает. И тут жених падает в обморок. То есть вот это все было в прошлом. Действие, действие, действие. История шла в прошлом. И тут бац, и в настоящем. Это неожиданность была. Либо мы смотрим футбол, хоккей, и комментатор с опозданием на 2-3 секунды комментирует все в настоящем времени. Аршавин бьет по мячу, мяч летит, ударяется о штангу, противник подхватывает мяч, ведет его в центр поля. Все в настоящем времени. Одной и той же формулой. Какая формула у present simple? Просто глагол и все. Я люблю мороженое. I like ice cream. Я работаю в банке. I work in the bank. Но когда он, она или оно, то тогда глагол добавляется окончание с или и с. Это не показатель множественного числа. Это показатель он, она и оно. Единственное личное окончание, вернее, получается, окончание склонения, то есть спряжение, это окончание с и с в третьем лице в единственном числе. То есть в русском языке у нас я люблю, ты любишь, он любит, мы любим, вы любите, а они любят. У нас шесть разных окончаний. У них одно и только на он, она и оно. He likes, she likes. Ну, it, если это не человек, там птичка какая-нибудь. It likes. То есть окончание с или и с добавляется к глаголу, чтобы показать, что это он, она и оно. Это осталось. Это атовизм от всех остальных окончаний. Все отвалились, это осталось. В других европейских языках имеются окончания, которые у каждого лица и числа свои. Так, в английском все просто, только с или и, с нужно запомнить. Сейчас поехали по образованию. Не поехали, у меня кончился флипчарт. Антон, мне флипчарт нужен. Так, значит, как ставить окончание с или и с? Точно так же, как мы ставили его во множественном числе усуществительных. То есть, если слово заканчивалось на y, которое стояло после согласно. Study. Перед y стояло d. Меняем y на i, добавляем окончание и с. Studies. Дальше. Если слово заканчивается на o, например, go, добавили и с, получилось goes. Да, если слово... Да-да-да, вешаем. Если слово do, там d-o, и потом и с. Так, вот этот вот последний листочек, даже два последних, вот этот и вот этот мне нужно оставить, а остальные можно снять. То есть, их повесить верхними, и я потом перевесну. Спасибо. Так, значит, do, добавляем и с, там читаться будет по-другому. Кто знает, как будет читаться? Does. Сейчас я еще все это напишу. Так, дальше. А, ну и все, в принципе. y на i после согласной, о, а, если слово заканчивается... А, ну и все, больше никаких-то правил нет. Чтение окончания. Если с голосом, то окончание z. Если без голоса, окончание z. Если шипящее, то is. Изменять. Change изменяет changes. Толкать. Push толкает pushes. Кстати, на дверях написано от себя и на себя, а по-английски толкайте push и тяните на себя pull. Да, pull тяните на себя, толкайте push. Дальше. Спасибо. Что там еще? Так, шипящее мыть. Wash он моет. Wash is. Да, совершенно верно. Итак, шипящее читаем is. Звонкие читаем z. Глухие читаем с окончания. Так, теперь как сделать вопросительную и отрицательную форму? Present simple считается второй по сложности формой английского языка. Сложнее нее только past simple. Когда мы разберем past simple, вы скажете, что все совсем не так сложно на самом деле. Поэтому придите к выводу, что английские времена – это очень простая штука. Итак, поехали. Когда я люблю собак, I like dogs. А если он любит собак, he уже будет likes dogs. А теперь вспоминаем глагол быть. Вот глагол быть, он сам по себе глагол молодец. Надо вопрос – он вперед пошел. Надо отрицание – к нему not. Вот эти глаголы – это глаголы несамостоятельные. Такие глаголы старушки, которые идут, и их надо перевести через дорогу. То есть как только вопрос, то приходит пионер-тимуровец и ведет старушку через дорогу. И получается, а любишь ли ты собак? Do you like dogs? Но он скромный и никакого значения в жизни старушки особо не сыграл. То есть перевел и ушел. Выполнил свою функцию и растворился. Мы его не переводим. То есть смысловой нагрузки он здесь не ведет, не несет никакой. Do you like dogs? Ты любишь собак? В принципе, можно так сказать. You like dogs? Ну это мы уже уверены прям, что человек любит собак. На всякий случай переспрашиваем. Дальше. Если он, она или оно. То есть когда у нас вот это вот было. Смотрите, вот это просто пошла старушка в магазин. А вот эта старушка идет из магазина с сумкой тяжелой, с авоськой. Ну что, он просто так что ли ее переведет? Конечно, он сумку у нее возьмет, он же порядочный. Соответственно, вот он забрал себе, ну поскольку оу надо и эс, и читается-то у нас здесь вот это, does. Вот он сумочку-то забрал. И все, старушка идет довольная, без сумки. Ой, he, конечно же, sorry. Спасибо. Так, does he like dogs? Does he like dogs? Вот, глагольчик-то идет чистенький. Да, вот он. Ушел вот сюда. Сумочка сюда пошла. Теперь то же самое с отрицательными предложениями. Если кто-то, если кто-то чего-то не делает, то у нас пойдет, к примеру, я собачек не люблю, то тогда у нас тот самый do и к нему добавленное not, что в сумме будет don't. Там оу звучит. Помните, это не русский оу, а такой оу, немножко сдавленный. Don't. Ага, и теперь все сказали don't. Вот так, прекрасно. Итак, I don't like dogs или I do not like dogs. Если вы не сократили, ударьте это not. I do not like dogs или I don't like dogs. Если он не любит собак, то he, опять же, like dogs, но он не любит, здесь уже будет do и к нему прилепленная та самая овосечка, does и потом только not. He does not like dogs. И does not делает себе сокращенную форму doesn't. Итак, doesn't должен такой znt идти взрывом. Помните, я вам рассказывала, кто был на самом первом занятии, что didn't надо произносить со взрывом. И здесь то же самое doesn't. Потому что does not и did not говорят негры в гетто. Мы так говорить не будем, мы будем говорить красиво. И так тоже а здесь звучит doesn't. He doesn't like dogs. Когда мы в потоке речи, то т вообще теряется. Звучит как doesn't. He doesn't like dogs. Слышите, т потерялось? He doesn't like dogs. Но за счет того, что я говорю doesn't и потом like перехожу, вы понимаете, что это отрицание. Потому что если бы он любил собак, я бы сказала, he likes dogs. А если он их не любит, he doesn't like dogs. И вот оно. Мы знаем, что вот это только в вопросах и в отрицаниях. Но в вопросе-то оно в начало, а отрицание вот здесь. И вот именно для этого я вас учила правильно определять подлежащее. Вот здесь-то у нас просто идет он, она. Ой, я и он. А если здесь стоит подруга моей мамы не любит собак, то... Нет, понятно, что she. Да, это понятно, что she. Но все-таки подруга моей мамы, там будет целых три слова. My mom's friend doesn't like dogs. Но некоторые люди пытаются... My doesn't mom's friend like dogs. Вот так люди просто, следуя букве правила, так они ее на второе место ставят. Так делать нельзя. Определяем, где у нас подлежащее. И потом doesn't или don't ставится перед глаголом. То есть между подлежащим и сказуемым. Так, это построение present simple. Зачем используется present simple? Для типичного действия. Это то, что мы любим или не любим, либо с какой-то периодичностью делаем. В настоящем, либо когда рассказываем историю какую-то для привлечения внимания, либо все в настоящем ляпаем вот этими формами, либо все-все в прошлом, а потом бац и одно в настоящем, чтобы привлечь внимание. Дальше. Past simple. Past simple используется... Это самая сложная форма английского языка. Используется, опять же, для типичных случаев. Все мы в детстве ходили в школу. В Советском Союзе секса не было. Типичное действие. Дальше. Мы используем это для того, чтобы рассказать историю. Пришел, увидел, победил. Чем не история? Когда вы что-то рассказываете, последовательные действия – это и есть история. И все это надо брать в past simple. Ну и просто какой-то факт в прошлом, просто действие в прошлом было. Используйте его в past simple, если вам не надо показывать, что это процесс. Факт может быть с указанием какого-то времени. Например, это может быть слово yesterday.